Всем привет! Ну что, на обзоре у нас сегодня Honor 10i, король среднебюджетных среди Honor и конкурент Redmi Note 7. Так выглядит аппарат, я его уже распаковал, видео у меня есть предыдущее, можете посмотреть. Что у нас по комплектации? Комплектация у нас такая вот коробочка бирюзового цвета, Honor 10i, вот пломбы, какие-то обозначения, знаки сертификации, то что тут две симки, 4 гигабайта оперативки, 128 встроенный, цвет называется полночный, черный. Возможна установка двух сим-карт. Дата производства 7 месяц 2019 года. Итак, открываем коробку. Что у нас в коротке? В коротке нас приветствует вот такая штука, я их сюда положил, была приклеена телефон. И чем они хвалятся? Хвалятся 24 мегапиксельной основной камерой с искусственным интеллектом, фронтальной камеры 32 мегапикселя и память 4128. Убираем коробочку. Так, здесь был телефон в этой салфетке. Здесь у нас чехол дополнительный, силиконный прозрачный, примерно по качеству, как в Redmi их кладут. Дальше у нас идет зарядка. Зарядка у нас 5 вольт 2 ампер, стандартная, как в Redmi Note 7, например. И кабель. Кабель, конечно, скучный. Micro USB, не Type-C. Ну ладно. Аппарат стоит в официальных ритейлах 17 тысяч. Вот так вот мы уберем в сторонку и будем смотреть сам аппарат. Conor 10i вот так. Значит, внешность. Внешность у него защитное стекло, неплохое олеофобное покрытие. Сзади у нас тройной модуль камеры. Основная камера. 24 мегапикселя, я уже говорил. Ширик на 8 мегапикселей. Вот он, ширик. И макросъемка, двухмегапиксельный модуль. Вспышка двухтоновая. И еще есть у нас наклеечка. В этой наклеечке они хвалятся, что можно поставить либо две сим-карты, либо одну сим-карту, одну флешку. Так, снимаем пленочку. И еще одна пленочка. Сделан в Китае. Хорошо приклеился. Так, ну-ну. Снимайся, черт. Так, сюда его положим, чтобы он вам не мешал. Бренд Honor, знак сертификации. Датчик. Датчик отпечатков. Датчик хорошо работает. Здесь у нас микрофон. Здесь лоток под сим-карту сверху. Главное не перепутать. С крепкой не ткнуть микрофон. Здесь у нас что? На левой боковой грани ничего нет. На правой кнопка питания. Кнопка, регулировка, громкость, качелька. Здесь у нас очень удобно снизу. Разъем три с половиной. Микрофон, разъем под зарядку и мультимедийный динамик. Значит, включаем его. Так выглядит меню. Стандартное для Huawei Honor. Что у нас по процессору? Значит, заходим в AIDA64. Заходим в отображение. Так, это у нас экран. Экран. Давайте начнем сначала с экрана. Экран на Full HD+. 6,21 дюйм. Дисплей IPS. PPI 415. Плотность пикселей. Так, значит, у нас идет графический процессор Mali-G51. Посмотрим процессор. Процессор у нас 8-ядерный. 4 ядра Cortex-A53 по 1700 МГц и 4 ядра Cortex-A73 по 2 1,89 МГц. Так, что еще? Батареи у нас 4000 мА. И посмотрим, сколько результатов показывает в Antutu. Antutu. Antutu 141 тысяч баллов. Это при производительном режиме. Если производительный режим отключить, вот он в настройках. Батарея. Производительный режим. Включить. Как раз для игры его сейчас включим. Без производительного режима он набирает 130 тысяч баллов. Посмотрим. В рейтинге на каком он месте. Antutu Benchmark. Рейтинг. OnePlus 7 Pro на первом месте. Mi 9 на втором. Black Shark. Так. Ищем свой аппарат. 47-ое место. Рядом, смотрите. Рядом с Redmi Note 7. Redmi Note 7 показывает практически то же самое. Чуть-чуть больше. Что еще? По камере Honor 10i есть, значит, режим искусственного интеллекта. Определяет объект. Превышенное расстояние фокусировки. Повышение четкости. Вот зафиксируйте устройство. Стабилизации плохо у него нет. Поэтому пишет. Есть, значит, портретный режим. Ночной. Диафрагма, настройка. Видео еще. Итак. Значит, камера 24 мегапикселя. 4х3. Это при режиме искусственный интеллект. Отключаем. Заходим. Теперь можно. Теперь 24 мегапикселя доступны. В режиме искусственный интеллект можно только фотографировать 12 мегапикселей. 5 мегапикселей. Почему-то все форматы в 4х3. Размер фото. Кстати, 16х9. Мне больше нравится. Есть 18,6х9, но 8 мегапикселей. Это уже широк. Так, повидел. Повидел, значит, он снимает. Full HD 30 кадров. 60 кадров. Full HD 30 кадров. При соотношении сторон 18 к 7 и 9. 18,7 к 9. И можно снимать 720, 30 кадров. Также во время съемки доступна широкоугольная камера. Вот так, значит, обычный модуль. Вот так вот здесь, видите, кнопочка. Ширик. Захватывает больше объекта. И можно во время видео переключаться. Попробуем тестировать игры. Асфальт 8. Как шумно, встречает. Чуть уберем. Запускаться он должен. Тоже быстро, как в Redmi Note 7. Вот. Дальше быстрее. На 3 секунды. Запускаем вот эту миссию. Далее. Так, покажу вам сначала. Настройки. Графика. Все максимальное. Нет, здесь было среднее почему-то. В качестве изображения было выбрано по умолчанию среднее. Поставим высокое. Экшн камеру. Музыку отключаем. И вы изменили графические настройки. Ваш струс может не поддерживать. Да, мы согласны. Устанавливаем. 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 Устанавливаем производительную графику. Устанавливаем. Еще раз проверим. Звук дисплей. Да, все высокое. Теперь запускаем игру. Игра. Карьера. Вторая миссия. Далее, далее. Начинаем. Так, ну что. Хонор, давай, не подводи нас. Среднебюджетное устройство. Быстро запускает игру. Среднебюджетное устройство. Идет на максимальную графику. Я большой фанатов игры. Так, все эффекты. Дождь. Так, меня подталкивают. Нейтронеты. Динамик неплохой. Вот так. Сейчас уберем громкий. Динамик неплохой. Вот так. Что-то берем громкость. Давай, гаси его. Такая первая. График идет отлично, влагов поддерживаем нет. Играет вот классно. Набираем микро. И рванем финиш, чтобы встретиться. Пишите в комментариях, как вам аппарат. Как его производительность. Нравится ли вам Emotion UI оболочка. Куавейска. Как вы относитесь к процессу перин 710. Здесь более разогрена версия 710 век. Хэнк-Коннер 10 лайт. Этот аппарат выкупает. И стоит чуть дорого. Ну так чуть, на 5000. И еще. Так, задерживаюсь. Скорый финиш. Страшно, на самом деле, короткая. Чтобы не задерживать ваше время. Вот. Все. Найдем спиннику. Все. Телефон справился, молодец. Собираем призы. Так. Все. Выходим. Сворачиваем игру. Что еще хотел сказать по поводу этого телефона. Батарея 4000 мА. Если в режиме постоянной эксплуатации на сутки хватает мессенджера, камера, игры, соцсети, всякие, кино. То есть на сутки хватает. Батарея действительно держит хорошо. Есть разные режимы экономии. Вот. Покажу сейчас. Есть производительный режим. Его отключаем. Чуть меньше ел батарейку. Режима на сбережение. Уже на 68 часов хватает. Производительный режим 56 часов. А есть режим ультра. То есть экран будет черно-белый. И его хватает на 158 часов. Это бомб. Где-нибудь в лесу будете гулять. Вдруг заплутаете и вам телефон хватит. Вполне. На несколько дней. Режим ультра включить. Вот и такой экран. Все самое необходимое. Телефон, сообщение, контакты. Отключаем этот режим. Выключаем. Режим ультра. Выход. Все. Так. Про динамик я вам не сказал. Динамик мы сейчас включим. На стандартных. Мелодия. Мелодия вызова. Громкости мультимедиа. Вот. Мелодия вызова. Так. Нам что-нибудь с басами. Динамик играет хорошо. Но хотелось чуть-чуть низких частот побольше. Динамик. Все. Так. По динамику. Как. Какие значит выводы по этому телефону. Телефон действительно достойный за свои деньги. Я покупал его с небольшой скидкой. Около 13,5. Так его стоимость сейчас в магазине 17. Конкуренты Redmi Note 7. Какую вы оболочку предпочитаете. Процессор у них в принципе похожий. Даже баллы одинаково дают. Камера немножко отличается. Здесь тройной модуль. В Redmi Note 7 нет шерика. Шерик конечно удобный. Но я думаю кому он нужен кому нет. В принципе это современный тренд. Его уже в Redmi Note 8 показали. Вот. И в современных аппаратах уже установлен во многих и в Samsung. В A50 есть шерик. Но у Redmi Note 7 свои преимущества. Он чуть дешевле стоит. Динамик у него более басистый. А там все остальное в принципе похоже. Разрешение экрана тоже. Самый процессор примерно такой же. По производительности. Аппараты сейчас идут пластиковые. Вот среднебюджетных. Здесь вот пластик. У Redmi Note 7 здесь стекло. А тут пластик. Вот. Все. Покупать или нет выбирайте сами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди много обзоров. Показывайте сколько я шагов сделал. Смотрите. За сегодняшний день. 2756 шагов. Кстати я никуда не заходил. Ни в какие настройки не включал спортивный режим. А он сам определяет. Заботливый какой. Такая шторка. Шторки. Фонарик. Скриншот. В принципе ничего особенного. Шторка мелкая. Память 128. Из них доступно. Около 110. Такие приложения предустановлены. Многие можно кстати поудалять. Яндекс. Дзен. Юла. Мессенджер. Фейсбук. И все можно поудалять. Хонарские. Хуавейские приложения. Что еще тут. Яндекс. Еще один. Вот. И на этом все. Это тоже Яндекс. Что тут много Яндекс. Вот Яндекс. Вот Яндекс. Вот Яндекс. И вот Яндекс. И даже здесь Яндекс. Сотрудничает Хонар с Яндексом. Помогает рекламировать свою компанию. Итак думайте сами покупать его или нет. Аппарат достойный. Я ему ставлю жирный лайк. Плюс. Классный аппарат. Всем пока.